Продолжаем выпуск. Более 5000 человек приняли участие в Первомайском шествии в Архангельске. Столица Поморья отметила праздник весны и труда. С какими лозунгами шли люди в колонии, а также об особенностях Первомая в этом году, расскажет Анна Рязанова. Первомай в Архангельске нынче особый. Вдоль маршрута движения колонн заблаговременно выставлена тяжелая заградительная техника и десятки полицейских. В праздничное движение открывают оркестр и юно-армейцы, которые несут 50-метровое полотно государственного флага. Далее колонны Федерации профсоюзов. В этом году ее представители вышли с тремя требованиями. Поднять зарплату, вернуть северные пенсии и решить мусорную проблему в регионе. Мы понимаем о том, что майские указы президента не выполняются не в полном объеме. Мы прекрасно понимаем о том, что на сегодняшний день, начиная с 2012 года, сократилось более 10 тысяч работников госучреждения, здравоохранения, образования, науки. Фактическая заработная плата работников не повышается, она только уменьшается. Сразу за профсоюзами члены правительства с губернатором Игорем Орловым и представители администрации Архангельска с главой Игорем Годзишем. Сегодня на уровне президента, лично президент поручил правительству, всем органам власти добиться того, чтобы уровень жизни на севере соответствовал среднему общероссийскому. Значит, мы должны жить достойно, должны получать хорошую заработную плату и, конечно, достойные социальные гарантии. И повышение заработной платы, и повышение пенсий. И чистая страна нам нужна как воздух. Поэтому мы здесь и абсолютно поддерживаем все эти требования. Да что говорить, требования профсоюзов поддерживают все участники праздничных колонн. Но пока они идут плечом к плечу, общее настроение праздничное. Чувствуется единение и весенний задор. Кто-то прихватил с собой домашнего питомца, а кто-то гармонии. Отличное настроение готовились. Готовили, писали кричалки и собирали ребят. Мы профсоюз железнодорожников. И 1 мая для нас всегда праздник. Мы всегда принимаем участие в шествии Федерации профсоюзов. Замыкают праздничные колонны представители политических партий. Самые скромные по численности единороссы. Больше других флагов ОЛДПР и справедливой России. Конечная точка – площадь профсоюзов. Здесь проходит праздничный митинг. Выступления яркие, эмоциональные. Их лейтмотив – необходимо поддержать людей труда, будь то рабочие или служащие, работники бюджетной сферы или коммерческого и производственного блока. Как минимум, речь идёт о ежегодной индексации зарплат.